Хлёсткие броски, невероятные сейвы и всё это в воде. В Ульяновске завершился ежегодный чемпионат по мини-водному полу. В этот раз в турнире участвовало пять команд. Все участники были распределены в составы случайным образом. В каждой команде играли как новички, так и опытные ватерполисты. Данный чемпионат направлен на то, чтобы каждый игрок мог проявить свои лидерские качества. Если в обычных играх тренировочных цена ошибки очень низкая, то уже в чемпионате она возрастает и каждый игрок подходит к играм с большей ответственностью и проявляет себя. Один из новичков турнира – Игорь Грабчак. Водным полу он занимается чуть больше полугода и уже стал бронзовым призёром. Основное, конечно, у меня направление – баскетбол, но сейчас водный пол у меня занимает больше времени, чем остальные виды спорта. Всё-таки он более нагрузка, тактика, ну, интереснее. Турнир прошёл по классической системе. Все команды сыграли два турнирных круга, каждая с каждой, после чего прошли игры плей-офф и финалы. В этом году чемпионат прошёл с массой сюрпризов. Явные фавориты остались без медалей. Некоторые неожиданно заняли призовые места. Чемпионат уже неоднократно показал, что конкуренция жесточайшая, каждый может обыграть каждому, и результат никогда не определён заранее, до игры. В главной игре турнира сразились лидеры группового этапа – команды «Молот» и «Фарш». В первой половине игры «Молот» проявлял инициативу, не оставляя соперникам ни единого шанса. Но соперникам под руководством опытного игрока Даны Барченкова удалось сдержать давление и переломить ход игры. В целом сезон отличный. Где-то игры мы выигрывали в один мяч, где-то мы даже проигрывали. То есть сезон не совсем ровный, не без поражений, но всё-таки вышли в финал и вот показали свой класс. По итогам чемпионата второе и третье место поделили «Молот» и «Эколэнд». Золото досталось команде «Фарш». Стоит отметить, чемпионат – дело рук самих ватерполистов. Они сами организовывают и закупают инвентарь. Турнир традиционно прошёл в «Фокс-Спартак». Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.